о планах провести референдум, который оккупанты готовятся организовать непонятно как с 23 по 27 сентября. То есть буквально уже завтра начнется вот это не пойми что. Сергей Хланд сейчас с нами на связи, это советник главы Херсонской военной администрации. Сергей Владимирович, приветствую. Очень важно легитимный советник и легитимного главы Херсонской областной военной администрации. Здравствуйте, Сергей, еще раз. Добрый вечер, мы из Украины. Херсонщина это Украина, слава Украине. Героям слава. Сергей, вот скажите все-таки, что происходит сейчас в Херсоне? Каким образом вообще, учитывая то количество людей, которые находятся в городе, они могут провести так называемые референдумы? Вообще, давайте так, а не собираются что-то проводить? То есть какие-то палатки ставить, какие-то декорации к этому мероприятию готовить? Или вообще никто не заморачивается, просто напишет какую-то цифру? Вы знаете, вообще подготовка к референдуму, она носила такой характер чисто номинальный. Потому что мы все понимаем, и сами расисты это понимают, что ничего абсолютно они проводить не будут. Да и, кстати, результаты уже известны заведомо. И они их уже опубликовали о том, что 80% жителей Херсонской области, по их мнению, согласны присоединиться к Российской Федерации. И, кстати, появился уже бюллетень, который они собираются анонсировать к 24 числу. Это о том, что признаете ли вы единым самостоятельным государством в Херсонскую область и вхождение вот этого самостоятельного государства в Херсонской области в Российскую Федерацию. Абсолютно никто не будет проводить никаких референдумов, но этот референдум они будут использовать для того, чтобы искать людей с проукраинской позицией. Результаты известны. Это чисто формальное действие. Это незаконное действие со всех точек права, в том числе и с международного права. Потому что проведение любого референдума под дулами автоматов просто невозможно. Особой циничностью я называю то, что как раз проведение так называемого референдума они еще сопоставили с каникулами, которые проводят в Херсонской области, даже по тому незначительному количеству детей, которые ходят в учебные заведения Херсонской области, в том числе и высшие учебные заведения, кстати, в Херсонском государственном университете остановлено обучение, потому что они не смогли его запустить. Но, тем не менее, анонсируются каникулы. И анонсируется то, что 24 число, у них 24 и 25 это основные даты. Это суббота и воскресенье. 27 они говорят о том, что якобы это будет происходить на избирательных участках, которых до сих пор нету, которые до сих пор неизвестны. Почему я говорю о 24 и 25 числе? Потому что это как раз выходные, когда люди будут находиться дома. И оккупанты сейчас, и об этом мне передаются в оккупированных территориях, анонсировали то, что в первую очередь по домовым обходам, что они говорят, будет длиться до 27 числа, а именно на дом будут приходить члены так называемой избирательной комиссии с военными Российской Федерацией, полностью вооруженными. И как раз в первую очередь будут приходить к тем людям, которые не брали гуманитарную помощь, которые не обращались за помощью в так называемые кровавые 10 тысяч рублей, которые не обращались и ненавидят российскую оккупацию. Именно составлены сейчас списки, что в первую очередь прийти к этим людям. То есть цель вот этого референдума – это выявление проукраинско настроенных граждан. К ним будут врываться с 24 числа и говорить, проголосуете вы за или вы проголосуете против. Если вы проголосуете за, хорошо, вы остаетесь дома и ваша семья в безопасности. Если вы не голосуете, либо голосуете против, то мы сейчас арестовываем всех вас, арестовываем всю вашу семью, а детей направляем в специнтернаты в Российской Федерации. То есть вот таким тотальным запугиванием сейчас пошли оккупанты на территории Херсонской области. Сергей, очень важный сейчас момент, вы сказали, да, людей с проукраинской оппозиции будут преследовать. Понятно, что в Херсоне большинство людей с проукраинской оппозиции, как им себя правильно вести, когда к ним придет действительно военизированный конвой с бюллетенем, это абсолютно нелегитимное, ну, нечеловеческое, понятно, событие, под угрозой подписывать какие-то документы. Им стоит все-таки подписать для того, чтобы свою жизнь не подвергать опасности? Ведь Украина не признает эти референдумы ни в каком виде. Дайте, пожалуйста, ваш совет тем, кто нас может смотреть из этого региона. Вот я сегодня получил сотни звонков. Сотни звонков с оккупированной Херсонщины. Как раз именно с этим вопросом. Что нам делать? Если в городах еще понятна позиция, люди просто могут не открывать квартиры, и непонятно, находятся ли люди в квартире, либо не находятся, то как раз в сельской местности это особо актуально. Потому что в сельской местности и практически в каждом селе на сегодняшний день есть либо предатель, либо сочувствующий, называемых сочувствующим к предателям. То как раз вот эти люди для того, чтобы выслужиться и для того, чтобы продаться за очередные какие-то деньги, они как раз рассказывают, кто где живет и кто какую позицию имеет. То в селе как раз ситуация намного сложнее. Потому что в селе вот эти предатели показывают, вот там живут те, которые за Украину. А таких людей большинство. И вы понимаете, что идут к ним в первую очередь. И как раз вот на эти сотни звонков я отвечаю, постарайтесь находиться просто вне дома. Постарайтесь куда-то выехать. Постарайтесь выехать к друзьям. Постарайтесь, чтобы вас не было. Не ходите по двору. Потому что в селе, понятно, ну то есть есть либо кто-то в доме, либо нет. То есть максимально надо использовать как раз выходные для того, чтобы не находиться в жилых домах. Но если понимать общую картину, что оккупантам абсолютно все равно, кто как будет голосовать. Если понимать общую картину, что это вот такое действие, которое никакой юридической силы под собой не несет. И фактически результаты так называемого референдума уже известны. То самое главное для наших жителей это сохранить свою жизнь. И подумать о безопасности своих родственников и своих детей. Мы ни в коем случае никогда не признаем этого референдума. Это действие нельзя называть референдумом. Это просто шабаш. И во всем мире нас поддерживают. И все понимают и признают, что никаких результатов этого шабаша никто ни в Украине, ни международное сообщество признавать не будет. Сергей Владимирович, скажите, пожалуйста, а как гауляйтеры на местах себя ведут? Тот же Стримаусов, тот же Сальдо, который, как оказывается, остался в живых? Они сейчас начинают рассказывать историю о том, что якобы организовывают создание добровольческих отрядов, которые будут заниматься и формироваться для поддержки Российской Федерации и войск Российской Федерации для безопасности Херсонской области. Вот это их, как говорится, нарратив. Но надо понимать, что кто пойдет в эти добровольческие отряды? Пусть идет сам Сальдо и Стримаусов и быстрее отправятся на концерт Кобзона и их же приближение. А херсонская, проукраинская позиция уже абсолютно известна не только в Украине, а и во всем мире. Потому что херсонцы своими действиями доказали, и уже весь мир увидел, что никто не будет мириться с вот этой вот российской оккупацией и с российской навалой, которая происходит. Поэтому, если даже представить себе, что нашим людям, которых терроризировали 7 месяцев, которых пытали в застенках, которых незаконно арестовали, охотников забирали оружие и забирали боеприпасы. И не даром. Потому что это оружие и боеприпасы были использованы против самих оккупантов. Но я хочу сказать, как только, не даром, это в скобках. Потому что, если даже представить, что оккупанты раздадут оружие нашим людям, то наши люди будут использовать это оружие в первую очередь против оккупантов. Поэтому они понимают, что это невозможно. И это не более чем информационная такая пропагандистская машина, которая работает в подавлении сознания проукраинского настроения. Поэтому я хочу сказать, что все планы оккупантов в очередной раз рухнут. Что бы ни проводили оккупанты, не будет признано. И чем бы ни занимались оккупанты, это не остановит деоккупации Херсонской области, которая продолжается и идет с каждым днем. Спасибо вам огромное. Сергей Хлань, советник главы Херсонской военной администрации.